В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем в ближайшие 20 минут о главных событиях этого дня. Строительство первого участка дороги на Редмар-Усинск идет с опережением графика. При возведении объекта подрядчик применяет инновационные технологии и материалы. В нашем эфире свежие кадры с главной стройки региона. Бурандей поменял традиционную прописку. Из-за теплой погоды место проведения гонок на снегоходах перенесено на Большуху. Одним из первых на будущей трассе побывала наша съемочная группа. Почту вертолетом. В отдаленные уголки Ненецкого округа на этой неделе отправили несколько тонн корреспонденции. Накануне чартерным рейсом доставили посылки и письма в Усть-Кару. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел встречу с представителями национальных объединений и диаспор, которые объединяет Ненецкое региональное отделение Ассамблеи народов России. Во время встречи глава региона поделился своим мнением по поводу предстоящего общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны. Наталья Кислякова продолжит тему. По мнению губернатора округа, перемены, произошедшие в стране за последнюю четверть века, подтверждают востребованность внесения изменений в основной закон государства. Конституция должна соответствовать реалиям, в которых сегодня живет страна. С 1993 года, когда была написана та редакция Конституции, которая действует сегодня, жизнь серьезно поменялась, страна поменялась, люди поменялись, менталитет поменялся, уклад жизни поменялся, мировой порядок поменялся. И в этом смысле, мне кажется, было бы неправильным ограничивать себя возможностью основного документа нашей страны соответствовать реалиям сегодняшнего дня. По сути, те изменения, которые предлагается внести, они, несомненно, заложат для нас с вами основные принципы, по которым нам придется жить десятилетия. По мнению губернатора, в числе предложений по поправкам в Конституцию есть как минимум три основополагающих принципа, которые должны найти свое отражение в новой редакции главного документа России. В первую очередь, это закрепление в Конституции преимущества национального права над международным. Речь идет о применении этой нормы в случае нарушения национальных интересов российского государства. Кроме того, он обозначил важность несения поправок, которыми чиновникам запрещается иметь гражданство иностранных государств и счета в зарубежных банках. На мой взгляд, это, по-моему, решение уже давно назревшее, которое надо принимать, и оно совершенно верно. Если ты управляешь, занимаешь ведущие управленческие посты в стране, то в целом, конечно, имея недвижимость или счета в зарубежных странах, ты становишься крайне уязвим под влиянием, и на тебя можно повлиять через эти, в общем-то, всегда важные твоему сердцу вещи. Если вы все знаете, как мы относимся к своему дому или к своим деньгам, и если у тебя эти деньги в распоряжении другого государства, то есть основания полагать, что это решение может немного влиять на другое государство. Еще одним неоспоримым аргументом в пользу внесения изменений в основной закон России глава Нинецкого округа считает блок поправок, которые носят социальный характер. По мнению Александра Цибульского, предлагая закрепить в Конституции обязанность государства индексировать пенсии и другие социальные выплаты, президент гарантирует, что социальные обязательства становятся высшей правовой нормой во взаимоотношениях между властью и гражданами России. Сегодня ведь мы законопрописаны, но в целом мы всегда корректируемся на то, есть возможность, нет, приоритизируем, а может быть нам направить эти деньги на что-то другое, не индексировать выплаты или не повышать зарплаты. В данном случае будет закреплен тезис Конституции, который не позволит никому из нас даже думать о том, что приоритеты могут быть иными, кроме как выполнения социальных обязательств в первую очередь. Он также назвал важнейшим и в то же время смелым решение президента уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Наша задача этот прожиточный минимум делать более и более достойным, но то, что сегодня по сути Конституции предлагается уравнять два этих, понимаете, это крайне важно. Вы же все прекрасно знаете, что сегодня минимальный размер оплаты труда зачастую не соответствует, но является значительно ниже, чем прожиточный минимум в некоторых регионах, и поэтому это такое финансово емкое, но очень смелое и, на мой взгляд, сильно социально ориентированное решение, которое у нас с вами есть возможность поддержать. В целом губернатор округа выразил мнение о том, что внесение поправок в Конституцию Российской Федерации путем общенародного голосования – это дополнительная возможность для жителей России выразить свое мнение относительно предлагаемых изменений и будущего страны. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Строительство первого участка дороги на Ленмар-Усинске идет с опережением графика. В этом убедилась и наша съемочная группа, побывавшая вчера вместе с представителями заказчика и контролирующих органов на стройке автодороги. Слово Кириллу Фролову. Более 30 лет дорожники штурмуют бескрайнюю тундру для того, чтобы шаг за шагом приблизить тот момент, когда заполярный Нарьенмар можно будет связать с большой землей дорогой круглогодичного использования. Сегодня мы на очередном отрезке в 23 километра, который должны скоро пустить в эксплуатацию. Строящийся участок дороги на Ленмар-Усинск разбит на три этапа. Первый и второй протяженностью более 11 километров. Третий заключительный этап строительства автомобильной дороги на Ленмар-Усинск составит 12 километров. На всех трех участках работает опытный подрядчик из Ленинградской области, общество с ограниченной ответственностью техносфера. Строители прокладывают дорогу в сложных тундровых условиях Крайнего Севера. Условия, скажем так, мягко говоря, суровые ввиду особенностей нашей климатической зоны. Есть участки низинные, где действительно поднимаются высокие насыпи для того, чтобы соответствовать по уровню снегозаносимости. То есть есть ландшафты по пересеченным местностям, где, скажем так, менее заметает. Но в целом, как бы, 50 на 50, скажем. Здесь, в Тундре, у подрядчика, с которым по результатам электронных аукционов были заключены государственные контракты с централизованным стройзаказчиком Ненинского округа, развернута серьезная производственная база. У нас очень большое количество техники, то есть, скажем так, более чем достаточное для строительства данного объекта. Мы идем с опережением графика. На данный момент у нас задействовано 48 единиц самосвального парка, 28 единиц дорожно-строительной техники и 18 единиц вспомогательной техники для обслуживания данного строительства объекта. При строительстве объекта подрядчик применяет инновационные технологии и материалы, в том числе с использованием 3D-системы отсыпки насыпи, которая готова на 70%. Контрольные замеры исполнения работ представители профильного департамента и заказчик объекта, централизованный стройзаказчик, осуществляют не реже, чем раз в три месяца. Подрядчик работает отлично. У него новые комплекты техники под наши, под все объекты. А это три этапа протяженностью 23 километра. Подрядчик работает с опережением графика. На сегодняшний день все проблемные вопросы решаются в производственном порядке, в рабочем порядке. Проблем с подрядчиком нет. Строительство дороги на Ринмар-Усинск идет непрерывными темпами. Несмотря на сложность логистики Крайнего Севера, подрядчик в необходимые для стройки сроки обеспечивает ее всеми необходимыми материалами. Логистическая осуществляется двумя путями. То есть инертный материал, это какие как чебни, мы завозим через морской порт города на Ринмар. Нетканый синтетический материал, другая геосинтетика, георешетки. В данный момент мы завозили по Зимнику через город Усинск. Третий этап первого участка дороги протяженностью 12 километров в соответствии с контрактом подрядчик должен сдать в эксплуатацию в октябре 2023 года. Здесь необходимо установить более 10 тысяч погонных метров барьерного ограждения. 115 пластиковых сигнальных столбов и 47 дорожных знаков. А также обеспечить технический проезд к месторождению песка общей протяженностью 6 километров. Но на этом стройка не завершится. После сдачи в эксплуатацию первого участка, а это, напомню, в общей сложности 23 километра, необходимо проложить в тундре еще 27 километров дорожного полотна. Процесс как трудозатратный, так и дорогостоящий. В целом цена проекта 15 миллиардов рублей. К строительству дороги на Винмар-Усинск Ниньским автономным округом привлекаются федеральные средства. Очень активно работает наш губернатор с Министерством транспорта, с Министерством финансов, для того, чтобы, так сказать, выбить деньги на завершение строительства нашей автомобильной дороги. Это очень большая работа, это работа фактически ежедневная. Тем более, что наша автомобильная дорога входит в перечень работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Автодорога на Винмар-Усинск является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Ниньицкого автономного округа и включает в себя не только строительство самой автодороги, но и мостовых сооружений, на строительство которых также необходимо серьезное финансирование. «Мосты, которые требуют капитального ремонта, значит, будут включены в новый региональный проект в составе национального проекта «Безопасные качественные работы». Это два наших моста. Это мост через реку Колова и мост через реку Лесозаводская Курья. Эти мосты будут включены после того, как начнет функционировать пятый региональный проект «Мостовые переходы и искусственные сооружения». Забегая вперед, отмечу, что содержать автодорогу в тундровых условиях по ГОСТам, разработанным еще в 80-е годы для Сибири и Дальнего Востока, будет достаточно сложно. Если Минтранс не разработает соответствующие стандарты для таких регионов, как Нинецкий и Ямало-Нинецкий автономная округа, которые по географическим и климатическим условиям отличаются от районов Сибири и Дальнего Востока, где много лесов, содержать дороги, впродуваемые насквозь тундре, гораздо затратнее. Кирилл Фролов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Почту вертолета. В Заполярье продолжается практическая реализация соглашения между Наринмарским объединенным авиаотрядом и Почтой России по доставке грузов в села и деревни. На этой неделе в отдаленные уголки Нинецкого округа уже отправили несколько тонн корреспонденции. Накануне чартерным рейсом доставили посылки и письма в Усть-Кару. Репортаж Алины Вучейской. Очередная партия почтовых отправлений доставлена в распределительный пункт. Именно здесь сортируют письма, посылки и другую корреспонденцию. Здесь сотни коробок с товарами из популярных интернет-магазинов. И в скором времени всех их доставят в населенные пункты Нинецкого округа. Это сортировочный центр Почты России. И если раньше посылки могли храниться по несколько месяцев, то теперь проблема решена. А ведь появились чартерные рейсы. Например, вот эту гору коробок в скором времени доставят жителям Шойны. Обязательная процедура перед отправкой – сверка информации по штрих-коду. Делается это, чтобы не вышло казусной ситуации. И посылку или письмо увезли именно в тот населенный пункт, куда оно адресовано. Начальник отделения Татьяна Галянт в распределительном центре работает третий год. За это время количество корреспонденций увеличилось в разы. Ведь жители населенных пунктов практически все заказывают в интернет-магазинах, начиная от продуктов и воды и заканчивая бытовой техникой. Самый пиковый период у нас начинается ноябрь, декабрь, январь. Это самое пиковое, очень большое количество. Если в среднем мы обрабатываем где-то 30 тонн в месяц, то декабрь мы закрыли 55 тонн. После того, как партия почтового груза сформирована, ее направляют на досмотр. И только когда все отправления проверены, их загружают на воздушное судно. Корреспонденцию в зависимости от объемов перевозят либо на самолетах Ан-2, либо на вертолетах Ми-8. Петокрылую машину загрузили, что говорится, под самый потолок. Этим почтовым рейсом самый отдаленный, в целом, в пункт Денецкого округа на западе, в Усть-Кару доставят порядка одной тонны груза. В Усть-Каре долгожданный борт встречает сразу несколько снегоходов. Это был восьмой чартерный рейс в 2020 году. В ближайшее время почтовые вертолеты и самолеты доставят корреспонденцию в Ому и Несь. В Наринмаре написали письма Победы. Участие в акции приняли школьники и студенты. Совместно с добровольцами регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» написали письма с поздравлениями и пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны. Ольга Руссоу продолжит тему. На столах участников акции «Карточки с фотографией» и биографическими данными ветерана. Можно выбрать, кому адресовать свое послание. Юлия Левашова решила написать письмо жительнице Ненецкого округа, ветерану Ангелине Тарасовой. Я поражена ее подвигом, что она работала в одной из бригад по разгрузке кораблей. И для женщины это очень большой труд. Хочу сказать большое спасибо, поздравления с Победой и с 8 марта, конечно же, так же. Хочу много-много приятных слов, кстати. Вадим Безверхов пишет письмо Валентине Коткиной. Ветеран живет в Нарьинмаре, поэтому Вадим хочет лично вручить послание адресату. Хочу поздравить ее с 8 марта и пожелать всего самого хорошего, чтобы она не болела. Классный руководитель 8 класса из 4 школы Ольга Наливайко пишет письмо вместе со своими учениками. Многие из них, кстати, являются участниками организации «Волонтеры Победы». Сложно на самом деле. Вообще письмо писать сложно, особенно человек, которого ты не знаешь. Мы вроде как уже это люди в возрасте, поэтому нужно подбирать слова какие-то. Хочется сказать что-то такое грандиозное. Не всегда получается сформулировать, но мы не стараемся. Акция стартовала еще 3 февраля в Нарьинмаре. В нее включили школьники из 12 населенных пунктов округа. В общей сложности было написано 101 письмо. Ветераны, которым могут адресовать свое послание участники акции, живут в округе, за его пределами и даже в ближнем зарубежье. Я считаю, что да, потому что эти акции помогают нам вспомнить события тех времен. И я считаю, что события Великой Отечественной войны никогда не должны повториться ни в нашей стране, ни в нашем мире. Основную массу писем добровольцы Организации «Волонтеры Победы» уже отправили ветеранам 22 февраля. А тем героям, которые живут в Нарьинмаре, вручили лично. Вообще я считаю, что да, потому что в основном ветеранов вспоминают только в празднике, в преддверии праздников, поздравляют и, к сожалению, до следующего праздника. У нас акция, мы решили, что вот она сейчас завершающая, но неофициально мы будем проводить ее в течение года, чтобы у ребят была возможность не только поздравлять ветеранов с праздниками, но и просто так писать им, спрашивать, как у них дела. Акция направлена на сохранение преемственности поколений, приобщение молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Бурандей поменял традиционную прописку. В этом году соревнования пройдут на новом месте в районе досугового центра «Большуха». Такое решение было принято организаторами гонок в связи с неблагоприятной погодой. Из-за аномально теплой весны на реке выступила вода. Одним из первых на будущей трассе побывала наша съемочная группа. Репортаж Ольги Русул. Новое место для проведения снегоходного кросса организаторы выбирали с учетом доступности и имеющейся инфраструктуры. Этим параметрам соответствовала только «Большуха». Сейчас здесь идет планировка и разметка территории, работает техника. Оранжевыми флажками сейчас отмечено место, где разместится гостевой городок. А красные флажки на вот этом поле обозначают трассу, где будут соревноваться гонщики. Трасса гонок будет компактнее, чем в прошлые годы. Ее общая длина от старта до финиша порядка 1100 метров. Непосредственно кольцо 850 метров, поэтому будет увеличено число кругов для соревнующихся. На сегодняшний день уже заявилось 18 участников. Старт у нас будет с маленькой промерзшей до самого дна лужи, фактически, перед озером Комсомольское. Там такое пересыхающее озерцо в летний период, там воды не бывает. И, собственно, выходим на песчаный такой пустырь. Здесь трасса была размечена, причем были привлечены сами гонщики на технике. Мы вместе с ними ее разметили. По словам организаторов, гонки обещают быть зрелищными. За безопасностью гонщиков и зрители будут следить сотрудники полиции и МЧС. У нас готовится обваловка, такой, скажем, буртик безопасности. То есть, в случае, если спортсмен вылетит с трассы, чтобы он в него уперся. Это снежная обваловка. Она будет достаточно широкая, то есть она будет представлять собой, по сути, трибуну. Мы это проговорили с подрядчиком, сейчас ее строят. Ну и, собственно, есть сама гора. Также у нас абсолютно просматривается старт и финиш сам. Кроме того, запланированы палатки, чтобы укрыться от непогоды, ресторанный дворик, площадки сувенирной продукции. Организаторы обещают предусмотреть просторное место под стоянку для зрителей. Будет место большое под стоянку транспорта, так как многие зрители приедут на своем автомобиле. Те, кто приедут на снегоходах, могут заехать с дальней стороны, со стороны Комсомольского озера на снегоходах. Место им будет определено, сотрудники МЧС будут дежурить, полиция на снегоходах. От улицы Юбилейной будет курсировать бесплатный автобус, чтобы зрители могли добраться до места соревнований с комфортом. Остается добавить, что заявки на участие в снегоходном кроссе Буранды принимаются до 12 марта. В ДЮЦ-Лидер в рабочие дни до 17 часов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является группа компании «Ростфинанс». «Ростфинанс»